Доброе время суток! Итак, тема сегодняшнего занятия Время, время суток What time is it? Сегодня я вас познакомлю с тем, как правильно отвечать на вопрос который час. Но для начала хочу предложить вам старинный анекдот. Встречаются два человека в центре Лондона. Один другого спрашивает What clock? Six watches? Such much? For whom how? Что же здесь неправильного? Вроде бы все сказали и главное поняли друг друга. И все же англичане бы их не поняли. Начать с того, что clock на столе. Watch – это ручные часы или по-другому wristwatch. То есть ответ второго человека six watches мог бы обозначать, что у меня есть шесть наручных часов. А еще есть такое слово, как alarm clock. Всеми нами очень любимое – это будильник. А вот спросить время по-английски можно следующим образом. What time is it? Сколько времени? Do you have the time? Если переводить это выражение дословно, то получится «Есть ли у вас время?» Но англичане именно таким образом задают вопрос «Сколько времени?» Could you please tell me the time? Времени подскажете? В зависимости от ситуации и того, кому вы обращаетесь, можно начать фразу с извинения. Excuse me. Excuse me. What time is it? Excuse me. Do you have the time? В английском языке время обычно измеряется по 12 часов и к конкретному времени добавляется нужное пояснение. In the morning – утра In the afternoon – дня In the evening – вечера In the night – ночи Используя эти слова, вы также можете поздороваться в соответствии с временем суток, когда вы встретили данного человека. Например, вы можете сказать Good morning – доброе утро Good afternoon – добрый день Good evening – добрый вечер Но, если вы скажете человеку Good night, то в этом случае вы ему пожелаете доброй ночи, то есть спокойной ночи. Поэтому, если вы встретились с другом ночью, ну, допустим, в ночном клубе, то можно с ним поздороваться и сказать Good evening Ну или просто Hi. Также можно добавлять вот эти сокращения AM и PM для обозначения, в какое время дня происходит данное время. Эти сокращения произошли от латинских слов Ant meridian – до полудня и post meridian – после полудня. К целым часам и только к ним добавляется слово О'клок, которое имеет значение РОВНО. Например, если вы увидите такие часы, то можно сказать так It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. Сейчас 7 утра. Или другой пример. It's at 9 o'clock in the evening. It's at 9 p.m. Это в 9 вечера. Здесь речь идет о каком-то событии. Обратите внимание на предлог AT, употребляющийся со временем и переводящийся как В. It's at 9 o'clock in the evening. Это в 9 вечера. Если время неровное, с минутами, то нужно будет указать, когда эти минуты относятся. Например, если 10 минут прошло после ровного часа, то так и говорится It's 10 minutes past 3. 10 минут после трех. Или 10 минут четвертого. It's 10 minutes past 3. То есть, минутная стрелка находится в промежутке от 12 до 6. То, что на рисунке выделено розовым. В этом случае мы говорим, сколько минут прошло после ровного часа. It's 10 minutes past 3. 10 минут прошло после трех. Если же 20 минут осталось до ровного часа, то вместо past мы будем использовать частичку to. It's 20 minutes to 7. 20 минут до 7. Без 27. То есть, начиная с 31 минуты, мы говорим о том, сколько минут осталось до целого часа. И это на рисунке выделено зеленым. It's 20 minutes to 7. 20 минут до 7. Что здесь необходимо запомнить? Еще раз. Если большая минутная стрелка у нас находится в розовой части, то есть, показывает от 1 до 30 минут, то мы используем слово past, чтобы сказать, сколько минут прошло после ровного часа. It's 10 minutes past 3. Если у нас минутная стрелка перешла во вторую половину, начиная с 31 минуты и заканчивая 59 минутой, то мы используем частичку to, чтобы рассказать, сколько минут осталось до целого часа. It's 20 minutes to 7. 20 минут до 7. Если минут 15 или 30, то используются слова Четверть и половина. Однако, с половиной никогда не используется частичка to. Не может быть без половины 6. Может быть только половина после пяти. Давайте посмотрим на эти примеры. Половина после пяти. Пятнадцать минут до шести. Итак, quarter – это 15 минут или четверть. Half – это половина. Давайте теперь посмотрим на обозначение разного времени. What time is it? Посмотрите, пожалуйста, на картинку. На первых двух рисунках изображены целые часы. It is one o'clock. Час. Час дня или ночи. It is twelve o'clock. Двенадцать часов. Еще раз напомню, что слово o'clock мы используем только с целым часом. На следующих двух картинках у нас изображены четверти. Quarter. It is a quarter past two. Пятнадцать минут третьего. Если переводить дословно, то четверть после двух. It is a quarter to six. Без пятнадцати шесть. Следующая картинка. Half – половина. It is half past four. По-русски мы скажем пол пятого. Англичане это скажут половина после четырех. It is half past four. И на последних двух рисунках изображены минуты, которые не относятся к вышеперечисленным. It is ten minutes past three. Десять минут после трех. Десять минут четвертого. It is twenty minutes to nine. Двадцать минут до девяти. Без двадцати девять. Если вам трудно запоминать все эти четверти, половины и соответствующие им частицы, то вы всегда можете ограничиться точными цифрами и указанием половины дня. Ну, например. It is seven thirty a.m. Семь тридцать утра. It is ten forty five p.m. Десять сорок пять вечера. It is eight twenty a.m. Восемь двадцать утра. Обращу ваше внимание на то, что, называя время в соответствии с электронными часами, мы первым называем последний целый час и сколько минут прошло после него. It is seven thirty a.m. Семь тридцать утра. Давайте посмотрим, в чем же разница. It's seven o'clock. It's seven a.m. It's quarter past seven. It's seven fifteen a.m. It's twenty five minutes past seven. It's seven twenty five a.m. It's half past seven. It's seven thirty a.m. It's quarter to eight. It's seven forty five a.m. It's five minutes to eight. It's seven fifty five a.m. Посмотрите внимательно на эти два столбика. В первом столбике у нас появляется цифра восемь. Во втором столбике мы здесь используем слово семь. То есть, сколько минут прошло после целого часа? Так до самых пятидесяти девяти минут. Мы будем говорить о том, что после целого часа прошло пятьдесят девять минут. Но, если вы овладеете мастерством называть время в соответствии с канонами британского, английского, вы станете желанным гостем в любом доме Великобритании. Именно поэтому я вам теперь предлагаю попробовать свои силы сделать упражнение самостоятельно. Write the time and necessary words. Итак, семь пятнадцать. Мы с вами будем стараться писать время по законам английского языка. Не как бы мы назвали его в электронном варианте, а как это требует правила. Итак, семь пятнадцать. Мы начинаем с этой фразы. Нам нужно понять, сколько минут прошло после целого часа, потому что минутная стрелочка у нас находится в первой половине. Мы не пишем, вместо него мы используем слово quarter. It's quarter past seven. Далее. Восемь часов. Это целый час. Мы начинаем с той же самой фразы. It's Целый час. Eight. И если целый час, мы можем дописать слово o'clock. It's eight o'clock. Следующее. Восемь сорок пять. Значит, мы понимаем, что минутная стрелка у нас находится во второй половине часов. Значит, нам нужно сказать, сколько времени осталось до целого часа. It's Сколько же времени осталось до целого часа? Пятнадцать минут. То есть quarter. It's quarter to... Nine. Потому что целый час, к которому мы идем, это девять. Посмотрите, пожалуйста, на следующее время. Девять ноль пять. It's Five minutes Past Nine. Пять минут прошло после девяти. Одиннадцать пятьдесят. Теперь нам нужно сказать, сколько времени осталось до целого часа. It's Ten minutes To twelve. It's ten minutes To twelve. Давайте посмотрим дальше. Шесть тридцать. Половина. Но половина у нас всегда используют со словом past. It's Half Это половина. Half Past Six Далее. Семь часов Это целый час. It's Seven O'clock Часа It's Ten minutes To Eight It's Ten minutes To Eight Девять часов Пятнадцать минут Пятнадцать минут Четверть Quarter It's Quarter Past Nine И последний пример, который мы с вами сделаем Это Без пятнадцати Три Четырнадцать сорок пять It's Quarter To Three Обратите, пожалуйста, внимание В последнем это очень хорошо видно. Мы не пишем, что осталось четверть до пятнадцати Мы пишем, что осталось четверть до трех Когда мы произносим время таким образом У нас нет в обычных часах Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать Стрелка переходит с двенадцати И опять начинается отсчет с часа дня Если в электронных часах возникают То, когда мы проговариваем по-английски, мы используем Время до двенадцати То есть от часу до двенадцати Я думаю, что вы разобрались в том, как называть время И теперь, встретив своего однокурсника Или настоящего англичанина в Лондоне На его вопрос What time is it? Вы ему сможете правильно ответить